Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Ну, давайте мы, наверное, с вами его еще раз перечитаем, чтобы лучше разобраться. Итак, переживай за отношения с подругой. Вот что бросается в глаза сразу, как только вы говорите, что переживаете за отношения с подругой. Расстается в глаза то, что вы говорите о переживании за отношения, а не подругу. То есть, важны вам скорее отношения сами по себе, но не подруга как таковая. И, хотя вы безусловно можете сказать, что я имел в виду именно это, то есть, я имел в виду именно подругу, а не отношения. Но все же, что сказали, что сказали. Сказали, что интересует вас больше именно отношения, а не подруга. Ну, что ж, значит, так это и есть. Так это и, скорее всего, так, ну, эта тема и является, эта тема и является, скорее всего. Вот, я вас ни в коем случае не обвиняю, я ни в коем случае вас ни в чем не винил. Просто хочу вот, чтобы вы понимали, что есть большая разница между тем, что вы хотите, ну, иметь отношения с подругой, и тем, что вы хотите взаимодействовать, собственно, с самой подругой вашей. Вещи это очень-очень разные. Ну, нужно этот момент понимать. Чем лучше вы его поймете, тем лучше будет для вас. Дальше. С подругой общаемся уже длительное время, практически каждый день нашего общего и т.д. Ну, примерно месяц назад, когда она встретила парня, она немного изменилась. Здесь обязательно нужно сказать, что если подобные изменения происходят, а они, к сожалению, происходят достаточно часто, то можно говорить о том, что ваша подруга в большей степени склонна именно к созависимым отношениям, нежели чем к отношениям здоровым. Потому что если бы она была не склонна к отношениям, то она никогда бы не изменилась. Она бы общалась бы с вами так же, как, ну, как до этого. И это было бы абсолютно естественно и нормально для нее, по крайней мере. А так случается, что она применяла вас, по сути, на отношения с парнем. Это не плохо, ни в коем случае. Это и не хорошо. Это реальность. И данная реальность нуждается в том, чтобы вы ее приняли. Ну или, по крайней мере, постарались принять эту самую реальность. Вот. Я надеюсь, что у вас это получится сделать. Так или иначе, важно понимать, что у подруги есть определенные проблемы. Раз она так себя повела сами. Скорее всего, ее вины в этом нет. Скорее всего. Дальше. Вы пишите. Понятное дело, что сейчас все мысли заняты им. Общается она все время тоже с ним. Я рад за нее, но в то же время наши темы стали меньше ее интересовать. Интересы, правда, стали важнее. Это проявление созависимости. Я порой не знаю, как поддержать наши общения на том уровне. Здесь скроется уже ваше собственное, не совсем позитивное отношение к подруге. Потому что поддерживать отношения на том же уровне, ну, грубо говоря, не совсем хорошая идея. Потому что люди разные, люди меняются. И я бы сказал, что поддерживать отношения постоянно на одном уровне не возможно. Это невозможно, это нереально, да и на самом деле не нужно. Не нужно. Не нужно это делать. Правда, не нужно. То есть тут вопрос скорее к вам. Для чего вы хотите поддержать общение на том уровне, на каком оно было? Почему не принимаете тот факт, что все может поменяться? И что и вы, и ваша подруга можете измениться в той или иной степени. Скоро, это ощущение, что вы нуждаетесь в отношениях с подругой. И если так, то, на мой взгляд, это нужно исследовать. То есть, на мой взгляд, нужно исследовать, почему вы, если нуждаетесь в отношениях с подругой, испытываете это чувство. С чем оно, это чувство, связано. Вот мне кажется, что это очень важно. Понятно. Дальше идем. Так. У нас была общая подруга, которая свела на нет общения с нами и своего молодого человека. И моя подруга посчитала ее даже предательницей, которая не способна ценить женскую дружбу. Ну, есть мнение, что женской дружбы вообще не существует. И, в общем-то, я не склонен однозначно с этим соглашаться, но просто хочется сказать, что если ваша подруга посчитала кого-то предательницей, то есть, ну, достаточно негативно восприняла вот тот факт, что как поступила ваша подруга, что, скорее всего, ей самой в той или иной степени тоже хотелось так. поступить, к сожалению. Вот. Это классическая история подавленного желания. Понимаете, если вы выстраиваете свои отношения с людьми, основываясь на потребностях, да, если вы общаетесь с людьми, основываясь на своих желаниях, то ничего хорошего, к сожалению, из этого не получится. И то, что вы сейчас воспринимаете, это, вероятно, именно с такой чувством брошенности, чувство одиночества, чувство преданности, вероятно, ну, что вас предали. И я вас понимаю, я понимаю вас, но вместе с тем я так не понимаю то, что ваша подруга еще только предстоит перерасти и прийти к тому, что молодой человек не является самым главным в ее жизни, ну, и в жизни вообще любого человека. Другое дело, что сейчас она этого сделать не способна. Не способна, потому что ее нуждаемость, которая у нее была с вами, она никуда не делала, она осталась. Просто теперь реализуется немножко более полно за счет молодого человека. Ну, и это тоже произойдет. И она либо эмоционально и личностно вырастет, либо идет сообразиться к психологу. Потому что, иначе, проблема рискует перерасти во что-то более страшное. Вам же, в свою очередь, очень желательно больше думать о себе самой и о том, чего хотите вы. Не в контексте, подруге, а вообще, вообще. Вы пишите, что вы посоветуете в данной ситуации. И здесь скроется еще один нюанс. Дело в том, что психолог не дает советов. Мы можем помочь вам разобраться в себе. Мы можем помочь вам разобраться в своих чувствах. Но совет психолог не могут, не могут. Вот. Так что, пока-то я вижу у вас тоже отчасти, что и у подруги. Зависимость от нее. Ну, и совершенно понятно, что в таких условиях сложно построить действительно равноправные и независимые отношения. Вот. Так что, необходимо работать с недостаточностью, самооценкой, уверенностью в себе. Возможно, реализованностью и страхом одиночества, если он имеет место быть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом.